Олег Сенцов, кинорежиссер у нас сегодня в студии. Добрый вечер. Здрасте. Я снимаю как бы в максимально приближенном к реализму. Страшному реализму, да, вот этому вот такому? Не знаю, наверное. Я считаю, всегда считала, что он снимает о себе. Ему было важно, всегда говорил, я просто не могу не снимать, вот я снимаю кино. Ну, я вообще разделяю свою жизнь на периоды до кино и после кино. Ну, в общем, я был в его команде и, как бы, возможно, хотел свою жизнь связать с кино. Потом, как бы, Олег уже уехал на Майдан. Сегодня ФСБ России сообщило о предотвращении терактов в Крыму. Целью был памятник Ленину у железнодорожного вокзала. Во время обысков у них нашли оружие, самодельную взрывчатку, взрыватели, таймеры. А вот, по версии следователей, представитель радикального формирования правый сектор в Крыму Олег Сенцов, активист так называемого Автомайдана, 37-летний режиссер артхаусного кино и отец двоих детей. Алло. Да, сынок. Да. Ага. Что ты хотел сказать мне? У нас все хорошо. У нас все хорошо. Вот дети здесь, да. Я тебя жду. Я заскучилась уже. Напомню, принцип Олега, которого пронес через всю свою жизнь, сколько я его знаю. Каждый сам творит своего участия. Никто никого на Майдан насильно не тащил. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Ничего личного шучить. Сенцова Олега Денадьевича признать виновным в создании террористического сообщества. Окончательное наказание. Назначить Сенцову в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима. Сенцова Олега Денадьевича признать виновным в составе террористического сообщества.